Кто я? А я на миры А кто ты? А я на миры Ты тоже? А я на миры Да Я там, кого знают, как я на миры После блестящего успеха самой расслабляющей игры года Elden Ring Начали появляться такие возмущённые инди-разработчики, как Sony и Ubisoft Да блять, я не могу Ведь для них успешная игра должна быть похожа на это Ну или как минимум вот это Но никак не это С Elden Ring были, конечно, не самые приятные моменты на релизе Осталось понять, что более неприятно Когда у вас отбирают купленную игру в Steam или продают БО-диски за 10 тысяч рублей Цены, конечно, выросли Хватило только на молоко Но мне, как профессиональному игровому журналисту с двумя геймерскими креслами Очень легко объяснить, откуда на Steam готовилось нападение в количестве одного миллиона человек Глупый консольный Иван за 13 лет успел купить Demon's Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Bloodborne, Dark Souls 3, еще раз Demon's Souls, Sekiro И даже не понял в какой момент хитрый Бабадзаки развел его на бюджет Казахстана В то время, пока успешный ПК геймер получил сразу 7 игр в одной Практически за бесплатно Это просто прекрасно И даже без пухлой махнатки и донатами за 3000 долларов Собственно поэтому реакция игроков была очевидна В нынешнее время все игры в принципе делятся на два типа Те, которые нельзя купить и те, которые можно купить за очень дорого И так как доллар сейчас самую малость нестабильный Не надо, дядя не надо, не надо дядя! Лучше всего вкладываться в покупку чего угодно, что еще физически можно купить Последние оставшиеся техники, последних оставшиеся игр за 8000 рублей Ну или в сахар Главное это делать с кэшбэком И только карта Тинько Фулгеймс дает многофункциональный кэшбэк Включая 10% кэшбэка на любую технику при первой покупке для всех новых обладателей лимитированной карты с уникальной фишкой Мимасиками От художников из Лэзи Сквер А главная фишка карты 20% кэшбэка все еще работает с доступными магазинами Где есть раздел игры, будь это физические издания или ключи Все дальнейшие покупки будут обеспечены кэшбэком до 5% с игры и до 2% с техники А если вам повезет и за месяц вы потратите больше 10000 рублей Автоматически станете участником акции со 100% кэшбэком на покупку консолей и ПК до 50000 И данная акция проходит ежемесячно до конца года Деньги можно даже не тратить Ведь давно существуют гайды как прожить на 0 рублей А по всей сумме на карте можно получать 4% годовых начислений Создать свою геймерскую карту можно по ссылке в описании И так как Elden Ring абсолютно и точно новая игра Маэстро Мамадзаки решил добавить в нее безобидные пасхалки из своих прошлых частей Отсылка на одинаковое оружие Отсылка на дизайн брони Отсылка на боссов Отсылки на врагов Даже крабик остался Здравствуй крабик Баря 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 Даже текстуры и анимация тоже отсылка С чем что то менять если 30 лет до этого отлично работало? Сложнее всего было сделать отсылки на ресурсы для прокачки Души были, кровь была, какая то херня в секира тоже была Что у нас осталось зловещего? Руны! Которые выглядят как души Похожи на души В принципе это и есть души Но это не души У нас новая игра А вот с лоскутиком все стабильно Он по прежнему преследует нас в каждой части Я говно Я конченное ничтожество Я никчемная тварь блять Но я блять красив в этом И так как это игра от великого гейм дизайнера В ней есть две неизменные вещи Боссы драконы Даже если по лору драконов не должно существовать Даже если события в Японии И болота Очень сука много болот Среди фанатов лора даже есть теория, что Мамадзаки в действии отчим лишил девственности в болоте В костюме дракона Многие сатанисты и отрицающие факт существования сюжета в соус играх не знают Но во всех частях есть душераздирающие печальные моменты И в Elden Ring нам тоже придется убить и нашего самого близкого друга Кувшинчика с говном А вот кастомизация заметно улучшилась Но зачем же в игре настолько проработанный редактор персонажей? Конечно, чтобы вы могли призвать Донателло, Микеланджело и Рафаэля и вместе надрать жопу Шреддеру Ну или как я потратить три часа на создание идеального персонажа Я сказал идеального Не все вещи конечно стали лучше Ведь эту часть каким-то чудом японцы разработали за три года без сна и отдыха Раньше у нас были полноценные сюжетные синематики Ну или хотя бы анимированные картинки Теперь просто сюжетные картинки С клавиатурой у игр From Software по-прежнему сложные семейные отношения Чтобы выйти назад в меню, нужно нажать кнопку мыши и выбрать функцию назад Как умно Как гениально Или же найти специальную кнопку, которой нет на клавиатуре Кто ты такая? Что это за слово? Для справедливости нового в Elden Ring куда больше Всего лишь оси игр потребовалось, чтобы персонаж наконец-то начал прыгать Но самое главное это открытый мир Получившийся после порочного совокупления с Каримой и Dark Souls 3 Это буквально открытый мир темного фэнтези Здесь даже карта как в темном фэнтези А дело Юбисофт Даже лошадка здесь отличается от других РПГ Иди за мной и постарайся ничего не затоптать пожалуйста Сейчас мы прыгаем в бездну, убегаем от метеорита и убиваем бога Да, мой генерал Если раньше нам приходилось найти какой-то замок без карты Сейчас по хорошему этот замок нужно еще как-то поймать А чтобы понять сюжет теперь не нужно читать описание о боссу на уплотках крови девственницы Где сказано, что наши хилки это месячная кровь монахинь Достаточно поговорить с персонажами Но читать описание 19 видов смазки все равно придется Нам даже наконец-то завезли вайфу Целых три Одна подарит коня, на второй женимся А третий обнимет и заразит спидораком Выгодно А новая механика для Илден Ринка взята прямиком из древней японской мифологии под названием стенды Суть стендов проста Олег, разъеби этих бомжей Хорошо работай, Олег Говорят, что еще кто-то пользуется стелсом Но у нас другой путь ниндзя Мы используем только Щит Ебаный щит Бля, ты кто такой, сука? Только так можно прочувствовать всю атмосферу битв с боссами Играет музыка японского композитора Хирадука по роялю Думаю, теперь очевидно, почему все фанаты так активно продвигают Элден Ринг в массы Хотите поговорить о нашем спасителе? Элден Ринг Нет А теперь А вот для успешного прохождения игры самое главное подобрать нужный класс Несмотря на огромное количество абсолютно уникальных классов Вроде вот этот новый По факту в игре существует два билда Маг и самурай Все остальное от сатаны Зачем вы славите дьявола? По-хорошему в путешествие вам нужно взять с собой Библию, икону Играет музыка Но раз этого нет, берем семечко для прокачки хилок Вне зависимости от пути самурая кровавого или мага боссонова Перед первым убитым врагом нужно выполнить три простых действия В этом месте активируем костер и выцыганиваем у нашей горничной лошадку А вот здесь ночью наша жена подгонит нам стенды волков-качков Ай, доля воровская, как и людская А далее собираем все отметки на этой карте Ведь все самые полезные вещи, включая оружие, броню, талисманы, камни для заточки и ресурсы Просто валяются на земле как говно Поэтому крайне важно знать расположение этого говна благодаря интерактивной карте После успешной заточки нашей катаны Идем брать еще одну катану, чтобы обмазываться ими И по подбородку, и на с... В идеале нужно еще получить отдельную способность кровавого оружия у этого врага в башне И талисман опыта с этой пещеры Но для этого придется заняться самым мерзким за 10 часов игры Сражением с врагами Для магов ситуация проще Вам понадобится найти две вещи Заклинание и особенный стартовый посох Только Мерлин умел обращаться с волшебным посохом Мерлин и маленькие девочки Все это находится в этом месте, куда можно добраться на лошадке Готов скалывать Или телепортироваться через сундук Просто примите это Понял, врубись блять И вот теперь мы уже готовы заняться главным в этой игре Жестким брутальным фармом И первой нашей целью будет задница вот этого спящего дракона Прям само на катану просится А если успеть добежать до костра прежде чем он исчезнет Этот трюк можно проделывать до бесконечности Ну ты бля фокус Для магов тоже есть лайфхатчики Буквально рядом вы можете убегать от камня Скидывая его вниз за 2000 опыта и повторять это 8 ебучих часов И вот когда вы успешно апнули сотый уровень Не сражаясь в принципе с врагами Настало время пойти к первому боссу А я все думал, когда же ты появишься Не надо, дядя не надо Не надо, дядя В дальнейшем по гайдам можно найти фарм поляну Где для получения максимального уровня Достаточно просто Упасть вниз на лошади спамя атаку И телепортироваться к костру Это победа просто человека Над системой Правильным падением здесь можно сделать в принципе все Как например пройти игру за одну минуту Как? Как? Я не знаю Но если вы решили играть по классике Убивать много боссов для концовки не придется Обязательных всего лишь плюс минус 11 И убить этих бомжей в правильном порядке достаточно просто Практически всех Я блять в твоем познании настолько преисполнился Проблемы начинаются с побочными Внезапно захотелось заплакать И тут у вас есть два пути Не смогли смириться с поражением И куда вас это привело? Снова ко мне Ну или воспользоваться помощью бомжей с щитами Ты один приходи мы тоже одни придем А вот сюжет Элден Ринг меня реально удивил Ведь для его создания был нанят сам Джордж Мартин А за проделанную им работу всех основных боссов и персонажей даже назвали по его инициалам Ну что же сделал наш любитель Писька, 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 писька Скопировал сценарий атаки титанов Хорош, мега хорош, супер мега хорош Но добавил свою фирменную фишку Инцест Шикарно По сюжету в далеком королевстве была девочка со светлыми волосами, к которой присосался инопланетный глист Девочка женилась на короле и родила детей Но на короля было совершено покушение После чего девочка родила своего клона еще детей И умерла А их дети начали использовать космического глиста, чтобы сражаться друг с другом И в конце короче микаса влетает в зуб титана прародителя и отрезает голову Эррена А мы параллельно уничтожаем космического глиста и освобождаем эльдисов от проклятия титанов Но это не точно И итоговая оценка сюжета В хентай лучше А еще лучше в нашем уютном ламповом вовсе не гейском телеграм канале, где уже 50 тысяч И новостной группе ВК, куда я вероятнее всего перейду после закрытия по всей видимости интернета А всем кто хочет меня поддержать стабильными рублями и загнивающими долларами Уже доступны мои эксклюзивные бусти и патреон, где меня уже одевают и кормят эти прекрасные люди и женщины Ведь в нынешнее время база не кормит А все налоги успешно идут на ежемесячные розыгрыши игр среди патреонов и бустеонов А вот Элден Ринг советую купить всем, кто физически может это сделать Она с нами теперь надолго Других настоящих игр вроде не планируется в ближайшее никогда Ну когда-нибудь же будет хорошо? Так хорошо уже было Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр!